И снова доброе утро к Калининградце! Мы уже находимся на улице и мы встретили замечательную девушку. Как тебя зовут? Привет! Кристина! У нас есть, смотри, сегодня табличка сегодняшнего дня. Мы можем тебе ее тоже показать, чтобы ты ее увидела ненадолго. Стадион! Наш калининградский стадион, у которого будет совсем скоро, в 2017 году, открытие. Вот мы сегодня всех спрашиваем, какова идея? Потому что Алиханов предложил открыть каким-то концертом вместо футбольного матча, открытие нашего стадиона, запуск его, старт, начать с концерта. Вот ты бы предложила какого артиста для концерта? Ой, я даже не знаю. Ну, как ты думаешь, 35 тысяч человек на кого придут обязательно? На кого-то очень известного. Ну, например, кто бы это мог быть? Если честно, даже не знаю, но если певец какой-нибудь может быть. Вот Ира предложила сегодня Олега Газманова, народный артист России, Калининградец. Да, именно поэтому. Абсолютно точно. Газманов. Газманов сыгрет, мне кажется, 35 тысяч человек. Калининград весь пойдет, однозначно. Я пойду. Я пойду на концерт Газманова. Я точно скажу, если будет открытие стадиона и концерт Газманова, я точно там буду. Ладно, мы тебя остановили не просто так, мы хотим тебе задать несколько вопросов. Любишь ли ты играть в боулинг? Ну да. Вопросы будут все про боулинг. Хочешь? Сыграть. Да, хочешь? Единственное, что я тебе сейчас буду все это дело задавать, тебе не нужно будет подглядывать. Хорошо. Ладно. Ладно, поехали. Сколько кеглей используется в боулинге? Вариант А – 7, вариант Б – 10, и вариант С – 13. 13. 13, думаешь ты? Давай подумаем. Как же, как же. Так, ну нет, 13 – это много, хорошо. Мне кажется, да, 13 многовато. Какой первый вариант? Первый вариант 7, второй – 10, и третий – 13. Наверное, 7. Наверное, 7. Да, 7. Мне кажется, как-то маловато. Я бы добавил. 10. На самом деле 10, да, действительно. Хорошо, второй вопрос. Какая длина дорожки в боулинге? Первый вариант – 19 метров, 156 миллиметров. Второй вариант – 28 метров. И третий вариант – 44 метра. 19. Абсолютно правильный ответ. Видимо, длина дорожка в боулинге 19 метров, 158, 156 миллиметров. И третий вопрос – сколько шаров разного веса используется в боулинге? 6, 8 или 11? Даже я не знаю. 8 точно? 8 точно. Скорее всего, 11. Это абсолютно правильный ответ. 11? Действительно, 11 шаров. Шары в всех фунтах там измеряются. 11 шаров разного веса. От 6 по 16. Какая полезная наша программа. За то, что ты абсолютно правильно отвечала на вопросы, в основном, в основном, мы дарим тебе вот этот вот подарочный сертификат от комплекса «Эпицентр» на боулинг, собственно говоря. Спасибо тебе большое. У тебя есть возможность передать приветы кому ты считаешь нужным. Давай-давай. Вообще, я передаю привет всем, кто меня знает. Моим однокурсникам в колледже музыкальном имени Рахманинова. Всем моим учителям. Родным и близким вообще всем, кто меня знает. Спасибо тебе большое. Вы желаем тебе хорошего дня. Беги, мы больше тебя не будем задерживать. Пока-пока, приходи еще. Ну что же, уважаемый калининградцы, жизнь налаживается, становится энергичной, потому что мы на площади. Да. Погода нас не может не радовать, а более подробно о ней нам расскажет Илья Казак. Но, кстати, ему вопрос, чтобы он предложил провести какое мероприятие на строящемся стадионе. Неожиданный вопрос, друзья. Я ведь в первую очередь человек, который знает все о погоде в Калининграде. Поэтому пока о погоде в Калининграде. По моим ощущениям, конечно, в Калининграде сегодня, возможно, нет. Я вас уверяю. Сегодня в Калининграде дождь. А именно в Калининграде плюс 6 дождь, в Гданске плюс 7 облачно, а вот в литовской столице, в городе Вильнюс плюс 9 и также дождь. Друзья, спонсор погоды, спонсор погоды на сегодня это сеть аптек для бережливых. И, кстати, открылась новая аптека на Гагарина 99. Также, друзья, знаете ли вы то, что весной дыхание у людей учащается на одну треть по сравнению со всеми периодами в году. Поэтому, друзья, весной особенно рекомендуется ездить на курорты, на море и, конечно, на свежий воздух. Поэтому, друзья, сегодня 1 марта, а значит уже можно выезжать на море. Собственно, я это и сделаю. А пока хотелось бы ответить на вопрос моих коллег, ведущих. Какое мероприятие можно провести? Мне кажется, что лучше всего провести эфир первого городского прямо на стадионе. Мы наш автобус подгоним прямо на поле. 35 тысяч человек мы точно соберем. Теперь не у телекранов, а на новом стадионе. А я передаю слово своим коллегам. Отличная идея, так и говорят. Планы просто грандиозные, особенно. Да, а почему нет? Я верю, что мы соберем 35 тысяч человек на наш эфир. У нас очередной гость прямого эфира. Доброе утро. Доброе утро. У нас в гостях Ольга и Онкова. Замечательный человек, волонтер, который просто не остается безразличным к проблемам братьев наших меньших и всегда-всегда помогает найти малышам дом. Вот она с очередным нашим гостем. Что, у нас сегодня Тим. Снова, снова Тим. Привет, дорогой. Привет. Я бы хотела начать прямой эфир с хвалебной речи. Благодаря первому городскому и волонтерам, неравнодушным людям нам удалось пристроить совсем недавно Лору. О, наконец-то. Наконец-то. Наша великолепная Лорка. Люди очень благодарны. На самом деле она умница. Уже ходит, просится сама на улицу. Она выполняет несколько команд и дарит любовь, тепло, уют этой семье. В общем, все, как мы предполагали. Мы бесконечно рады. Да, она по ощущениям была вот именно такая. Такая и есть, что повезло. Не зря мы все старались. Судьба Тима, я знаю, не такая простая. Да, он уже второй раз у вас. Но я думаю, что более подробно мы все-таки об этом узнаем в студии. Не будем нашего малыша мочить под нашим прекрасным, теплым калининградским дождем. Я могу сказать, что он замечательный. Он чудесный, просто чудесный. Я могу сказать, что он замечательный. Мы сегодня будем в очередной раз искать ему хозяина, поэтому смотрите, пожалуйста, наш эфир, дозванивайтесь к нам по телефону 99 49 29. Мы все вместе будем помогать. Да, пока мы посмотрим музыкальный клип, а потом обязательно встретимся.